привет привет всем понятно нанесение керамика будет creation вот она родная creation для металлокерамики мы будем делать рефрактор наносить но я попытаюсь так все преподнести чтобы можно было использовать на всех системах то есть суть я просто объясню суть его нанесения и то как ты уже замочил штампики так уже ваш бейк и основной обжиг пока пускай не замачиваться во первых модельку всегда всегда надо мочить желательно долго чем будем вот эту схему сегодня делать керамика криэйшн заслонять так вот эту схему я сейчас еще переверну куда камеру и так вот такая вот у нас схемка нанесения вот я сегодня будем делать керамика криэйшн будем делать рефрактор живая работа у нас есть пример цвета это вот эта вот работка последняя фотография видно не видно вот такой вот цвет плюс и минус у нас будет ну инстаграм конечно шакалит вот по видите это 1м1 плюс-минус но запись запись как как пойдет как пойдет так значит у нас цвет такой более натуральный блич задача я вообще на на расцветке к примеру вот такая вот расцветка да вида расцветка это такая вещь очень условная то есть можно заметить что расцветка она сама по себе более монохромная да у зуба и у реставрации которую мы делаем она более но есть контраст есть шейка есть середина ярче есть прозрачка в решении то есть это просто ориентир то есть никто никого не заставляет и мы никогда не говорим что вот будет вот такой вот цвет сто процентов это ориентир и на самом деле выглядит она лучше потому что есть вот этот контраст до на реставрации то что я буду вам сначала в теории объясню и на практике это все будем наносить так и вот значит ориентир у нас такой теплый блич я бы сказал такой натуральный теплый блич вот один м1 по виде но не суть вообще не суть там множество факторов которые влияют на цвет это и цемент и цвет культе и прочее значит что я уже сделал мне надо было пару этапов сделать чтобы не растягивать прямые эфиры там на на бесконечность то есть должно быть ограничение во времени вот значит у нас первый обжиг это bdp 0 это самый яркий дентин у в системе creation чтобы это все было наглядно так значит значит начинаем мы с самого яркого дентинга даже если у меня натуральный цвет ну то есть грубо говоря там а1 там блик 4 ну вот в таком плане ну если там а2 то понятно уже нету смысла но в основном да у нас косметика в основном тоталы и в основном люди приходят за тем что увидят в инстаграме в инстаграме они видят и они хотят яркие красивые натуральные зубы поэтому поэтому начинаем с очень яркого дентинга если у нари так это это убивает так значит начинаем с очень яркого дентином это как и у нари так и убивает там но он такой более конечно там не такой агрессивно белый как у creation но на чем я начинаю всегда с яркого дентином должно быть ядро зубки у нас винирчики наши должны гореть во рту даже если у нас цвет зубов допустим даже если цвет у нас зубов вот один м1 да то есть это как яркий а1 но если перевести цвет из 3d все равно у нас должна быть яркая подложка дентин ядро ядро должно быть ярким это обязательно я всегда так использую вот и это я уже сделал с bdb но вот мы можем посмотреть вот у нас значит вот у нас bdb 0 вот у нас у меня его покажу и на модели тоже вот сделали ну понятно ваш бэйк ваш бэйк делаем до сего вот на можно опять-таки смотряки уйти у нас цвет культе здесь у нас цвет культей адекватный стандартный 1 вот поэтому там ничего я не выдумывал там у меня с дентином то можно вообще с любого с дентином уж бейк это не суть важно не сильно она повлияет вот это вот эта основа у нас bdb 0 вот видите вот весь объем коронки да сохранить эфир хорошо хорошо так и вот у нас bdb 0 то вот культя но это так схематично но чтобы вы понимали теории есть покажу все на практике от bdb 0 очень яркий дентин должна быть яркая у нас подложка это обязательное условие таких ярких плечей ну как как и у живых зубов если кто там занимался и лап там матис без разницы если вы возьмете зубы натуральные натуральные зубы даже даже если цвет зубов вот смотрим до фотография ну вроде когда желтенький ну грубо говоря то яркости у нее будет столько сколько у самого яркого дентином то есть приближаться к самому яркому дентину у creation этом смотрел у кришном 80 по яркости это си по цифрам и смысл вообще на всех системах на самом деле один и тот же у наритака там зал gc я так думаю и у creation по крайней мере я себе выбил такое что у нас есть яркая подложка яркое ядро и мы просто добавляем крому вот вот так а там где-то я кастом мамилон и прочее вот мы у нас с основа ядро должно быть ярким это снова основ ядро должно быть ярким так сейчас я вам покажу что я уже успел сделать модельки замачиваются сейчас я вас поставлю на бундервафлю как на 1 секунду сейчас вам все объясню так по баночкам да я сейчас с самого начала с самой основы у нас яркий у нас должно быть яркое интимное ядро керамика creation значит вот что я уже сделал покажу я уже нанес это яркое ядро мы сегодня будем наносить 6 единиц прямоляры я нанесу уже отдельно так вот у нас сейчас нанесен bdb 0 это самый яркий дентим и вот если у вашей массы там зависит там на ли так и синие или что-то еще я всегда начинаю с яркой с яркого ядра вот она нанесена паковка десер убит вас как есть вот что у нас по объему пак бати вообще в нари так и я убивает использую так вот что мы сделали первое если все пройдет хорошо то я сохраню так плюсуйте там кому понятно непонятно сразу вопросы потому что будем наносить это будет долго и там уже будет не до этого в общем сделали дентинчик вот здесь и здесь и не знаю очень давно там там флюодентины вроде бы такие яркие достаточно до программу но уже потом когда уже буду ставить уже потом покажу там скриншоты поделаете в общем вот так вот тут у нас выглядит жидкостью или водой я жидкостью замешал я так привык вот да флюодентин 91 до самый топчик сколько по времени уходит на нити но сейчас я посмотрю сколько по времени привет привет степан так нанесли с этим все понятно с этим у нас все понятно по объему я вам показал по высоте по высоте а значит тут как бы и не переборщить надо и и с пониманием того что он у нас следующий будет обжиг это назван транзишн дентин то есть дентин смешанный с эмалию поэтому у нас вот культя да вот культя у нас чтобы у нас не было этого эффекта ногтя я или апак дентином или очень ярким дентином ну дентину крейша надо учитывать что очень плотный и очень апаковый я вот делал такие вот да не так видно шакалит изображение в общем я делал такой чтобы плавный был переход в режущий то есть если у вас вот спилили да даже вот сделали ступеньку лучше с апак дентином слегка нанести да и если вот есть апак дентином апак дентином вот так вот пронесли и вот у вас такой плавный переход я апак дентин только для этого использую вот если у creation только для этого на центральных есть мамилоны на боковых нет чё так а я щас буду наносить и посмотрим и фотографии зубов и мы увидим что там таких ярко выраженных мамилонов нету у зубов так видео сохранюсь и все пройдет хорошо инлайн или имакс вообще без вариантов да можно на чему угодно но я вот давно не работаю и не хочу а фокус на окне как она так работает что больше наклоню туда я не знаю как тут фокус в инстаграме менять в общем так краситель для массива не используешь я как раз сегодня использую потому что ну что более наглядно чтобы было все видно так значит это мы увидели да то есть я немного продлил я сделал такие грубо говоря дентинное ядро вот высота обязательно используем ключики посмотрели все сейчас будем наносить керничку так дальше у нас дальше у нас транзишн дентин следующий птб 57 эмаль сразу переведу вот кто не работает creation я думаю мало народу работает это следующий перед точнее не следующий вот по яркости это перед самым ярким дентин вот вот это бдб и мы делаем транзишн дентин что такое транзишн дентин вот у creation такое есть я не знаю как там в остальных массах это полупрозрачный уже дентин если дентин такой более опаковый плотный то транзишн дентин ну понятно он уже полупрозрачный уже не такой плотный я его просто беру там бдб бдб 0 вообще без разницы смешиваю с эмалью а не где-то 70 на 30 вот не 50 на 50 70 на 30 здесь я с 57 эмалью потому что она яркая вот у них тоже градация там самая яркая сэбэ но я бы не рекомендовал ее наносить и дальше идет у нас 57 58 59 там то это я вообще использую 58 57 все до 70 дентин и 30 это на процентном соотношении это эмаль вот и делаю транзишн дентин и сейчас будем так намочились столбики все керамику это обязательно так что чуть-чуть удобно привет Ваня так конечно этот фокус на окне итак 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 так так все начинаем масса у нас такому как удобную я ее люблю такой достаточно так так значит подготовили мы массу итак 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 Как сказать? Алисафи всегда будет хорошо. Так, намочили. Так, вот у нас есть яркий дентин. Наносим. Транзишн дентин уже. То есть, грубо говоря, весь смысл в чем? Да, да, да. Если это видео будет хорошо. Да, да. Дайте звук. Да, и то, и то. Это же один завод. МПФ краситель перестал использовать. Я вообще краситель не использую. Не слышно? Ну, отпишитесь там. Слышно, не слышно? Слышно, да? Шуму только можно, да. Да, да, да. Так, наносим. Так, сбили с мыслью. Грубо говоря, у нас яркость с середины и до эмали, до прозрачности уменьшается. Вот представить, да, там, луковицу, да. Внутри у нас самая яркая ада. Вот что я тут нарисовал. Сейчас еще раз объясню. Попробуем. Так, вот у нас. Так, вот у нас. Вот у нас самая яркая. Потом transition dating, который менее яркий, уже с примесью эмали. Потом эмаль, прозрачки и прочее. Вот. И у нас, получается, яркость изнутри идет, да, то есть уменьшается, уменьшается. У нас опаковость уменьшается. Вот весь смысл нанесения. Проблема, в чем может заключаться, это в непонимании толщин. То, как распределить, да, толщину, там, дентин, там, сколько. Ну, сегодня я все это покажу, как я делаю. Я думаю, будет более ясно. Но суть, суть вообще всего, это с яркого в менее яркое. То есть яркость, она теряется, чем ближе мы к поверхности. Вот. Вот мы сейчас наносим вот это BDB с эмалью. То есть дентин уже менее яркий, чем в середине. И при этом еще 57 эмаль добавляем. То есть, грубо говоря, любую эмаль, светлую, там, чем вы пользуетесь, вообще без разницы. Только учитывать, что это рефрактор, это высокотемпературная масса. То есть тут яркости больше. И учитывайте это в своих, там, нанесениях. Так, слышно. О, окей. Так, наносим. Так, обязательно облежать кисточку. Значит, есть разные системы нанесения. Вот почему-то получается так, что когда я наношу на Ритаке, у меня стандартная там японская схема с катбэком. Когда я наношу Creation, у меня чисто немецкий стиль нанесения вот с этим всем. Так, погнали. Начинаем всегда с середины. Сейчас, секунду. Андрюха, видно там? Хорошо. Конечно. Андрюха, давай там, если что, бань неугодных. А фокус, я не знаю, ну как его слоить, но он на окно подключился, ну и все, и гад не хочет меняться. Дальше? Вот так? Не знаю, куда дальше. Может, не выйти? Так, ладно, ребят, я извиняюсь. Просто хочу, чтобы все все видели, и как бы толк был от этого всего мероприятия. Так, наносим, наносим середину. И наносим вот таким вот образом. Вот у нас ткани зубов, да? Они же неравномерные, они тоже хаотичные. У Симго, когда был на курсе, было все окно, все зашибись. Вот он вот так вот наносит, интересно. Керамику распределяет. Вот, если бы я Наритака сейчас бы наносил, я бы все выравнивал, включно кидал, срезал и все. Но тут уже так не получится, и не хочется. Так, начиналось с середины, двойки, потом центральные. Да, да, это Transition Dentine. У нас уже яркое ядро есть. Я потом выставлю, я все отфоткаю, и потом все поэтапно выставлю. То есть вы потом, ну если все хорошо будет с этим прямым эфиром, то я его сохраню. И вы просто открываете фотки, смотрите. Еще и плюс тут объяснения в записи будут. Чем-нибудь может поможет закрыть окно? А можно его вообще закрыть? Он говорит, а ну попробуй. Может реально оно так. Блин, ну борьба с окном. Ну это что вообще? Так. То есть мы не делаем ровно. У нас задача сделать натуральные зубы, натуральные. А натуральных зубов ничего ровного и одинакового нету. Поэтому если наносим, то тоже распределяем. Я даже не знаю, и ямочки всякие. Вот это вот все, это нужно. Вот когда потом, ну вот как физика до света будет проходить, там преломляться, вот это вот все. Это нам поможет. Чтобы слой засунули, но плавно выходило у нас. А фокус он был туда? Есть? Все. Ну ладно уже, что мы омутываем. Фокус на самом важном? Ахахахаха. Камеру протереть надо. Может действительно. Но… Фокус на самом важном. Ахахаха. Ахахахах. Камеру протереть надо. Ахахаха. так и сразу почему модель гелера никто не задал этот вопрос ну я сам себе задам и сам отвечу у нас есть мягкие ткани и мы сможем мы сможем сделать правильный профиль прорезывания еще не забываем хорошенько мочить модельку палитра на любителя без обид андрей вот и че ну вот рябочка воде лучше становится все что за модель идет на фокусировку для нее ну ребят и что самое важное в нанесении ага может все это было а ну-ка еще раз ну хоть как так важно в нанесении самому себе палки в колеса не ставить я чем иду что каждый каждый этап он очень важный каждый этап может испортить работу или наоборот сделать классный то есть сейчас да вот у нас наклон есть на двойках я и дентин наклоняем и вот я нанесу я буду перепроверять десятки раз так по поводу профиля прорезывания почему-то модель геймера вот прямое его применение с вами продемонстрирую и вот так уходит у нас зубы зубик в десну так все видно и понятно окей от более эстетичный инфо так кисточка кисточка я не помню шпидент вроде они так классная палитра что вы гоните ребята вы посмотрите на это произведение искусства вот фокус просто с нее не уходит андрюха ты настроил за продукт плейсмент так так сделали теперь смотрим обязательно обязательно проверяем ключами куда я его делал натуральный вот такой вот У нас каждый мазок, он для чего? Каждый слой должен мешать другому, не должно быть столько дентина, что у вас потом не хватит эмали и так называемую, еще говорят, инкапсуляция, да, то есть сделать такую капсулу с эмали, чтобы была прозрачность, потому что глубина цвета, она тоже должна быть, кроме яркости и прочего, то есть это надо учитывать, еще плюс форма. Вот у нас макет, кстати, у нас пациентка зимнила пластикой. Так. И кто смотрел прямой эфир по кармингу, везде учитываете три плоскости, да, вот я про них говорю, говорю. Здесь, ну, цеплюшная модель, удобно так носить? Конечно, удобно, я только так и наношу. Вот три плоскости, да, серединка, режущий. Я потом буду, буду этот режущий немножко заваливать, потому что также у нас, помимо того, что в форме есть три плоскости, у нас еще по цветам, точнее не по цветам, а по яркости. Середина у нас ярче всего, ну, это в основном, потом идет шейка цервикальная, она не должна быть, тоже терять в яркости сильно, а потом уже вот здесь глубина. Мы, я вам в нанесении это все покажу. Вот, сейчас мы делаем общий фон, общий цвет. Яркость у нас уже есть, уже заложена. Эфир, да, я уже не помню, куда, там запись есть. На страничке у меня, там пролистать вниз не было. Субтитры сделал DimaTorzok Если все пройдет хорошо с эфиром, то я сохранил. Если не очень, ну, уж выучай-то. Так, вопрос про двойки. Почему я на них там мамилонов не делаю? Я делаю, но они выглядят не так, как вот привыкли, да, понимать мамилоны на двойке. На двойке, вот если грубо, у нас идет бензинное ядро вот так. Ну, то есть, понятно, бывает разное, но в основном это такой рассеянный, такой один большой мамилон. Вот здесь дистальный и немного такой более острый, визиальный. Да, есть вот это, я тоже пробовал с этой силиконовой десной, но это настолько неудобно. Мне непонятно, как этим пользоваться, как этим работать. Я вот так привык к модели Геллера, тем более Андрюхану. Какие тут модели делаются? Просто. Цервикальную здесь, на этом этапе, я не использую. Опять-таки, почему я не использую цервикальную массу на этапе вот этого Дентина Мамилона? Потому что обычная цервикальная масса, они теряют в яркости. А мне нужно, чтобы яркость была, то есть у меня по умолчанию тут больше, да, вот этого яркого Дентина. Здесь он выходит, вот, и мне нужна и здесь тоже яркость, на самом деле, цервикальная, чтобы зубы не пропадали во рту, чтобы они не казались серыми. Это, на самом деле, если кто работает с плечами, понимает эту боль, они должны гореть. А мы вот этими всеми цервикальными массами и прочим, я буду, типа, иногда использовать цервикальную массу, но не на этом обжиге. То есть я слегка, опять-таки, вот как я говорил, правило, да, середина яркая, потом по яркости цервикальная часть, и минимальная яркость уже в режущем крае. Схема модельера, да, окей, пишите, стучитесь там. Ты не сам модель делал, а раньше сам делал, сейчас Андрюха, Андрюха делает классные модели. Так, дальше. Ключок. Смачиваем обязательно. И вот клык, значит, да, у нас есть такой острый пика. И вот так вот распределяем его. Относение на культе А1. Да, да, где-то плюс-минус А1, нормальные культи, ничего не надо перекрывать, поэтому и creation я использую. Так вообще, где там бывало такой культивый вклад, какие-то, и просто темные разрушенные там титрациклиновые зубы. Я на ретакет, потому что там очень классно все перекрывается. Вот сейчас опять creation. Ну, creation классный тем, что у него очень контрастная масса. И такие натуральные оттенки очень прикольно делать. Так. Всегда подмачиваем. Вот. И, значит, что у нас самое важное. Субтитры сделал DimaTorzok